Вы смотрите программу «Порнефтегаз». Она рассказывает о самых важных и интересных событиях, которые происходят на месторождениях общества и в его структурных подразделениях. С планерки начинается почти каждый рабочий день на Тарасовском месторождении. Подчиненные Нафиса Мухаммедшина знают, их начальник человек хоть и добрый, но в работе требовательный. На стене в рабочем кабинете у Нафиса Раисовича многочисленные грамоты, благодарственные письма и дипломы. Одна из таких наград была получена совсем недавно. Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Роснефть про нефтегаз» лично вручил благодарственное письмо, в котором сказано, что Нафиса Раисовича наградили за особые достижения по обустройству и запуску дожимной насосной станции номер 13, УПСВ 6000, Северо-Тарасовского месторождения для организации сброса подтоварной воды. Не только моя заслуга, это коллектива ЦППН-2, который начинается от слесары РТУ, электрогазосварщиков, мастеров, операторов, машинистов. Коллектив, скажем, сплоченный. Нафис Мухамедшин 10 лет работает в компании «Роснефть про нефтегаз». Принимал активное участие в строительстве и ремонте пяти установок предварительного сброса воды. Однако одной из самых эффективных по достигнутому результату считается модернизация именно дожимной насосной станции номер 13. Строительство заняло где-то ориентировочно около года. Запуск был произведен в октябре месяце 10 числа 2016 года. Был построен сепаратор, где на данный момент происходит сейчас отделение газа. Водонефтяная жидкость, которая с кустов Северо-Торского месторождения, приходит на ДНС с УПСВ-13. Поступает в сепаратор, где происходит частичная дегазация нефти. Далее проходит через нефтегазосепаратор, который стоял здесь с момента основания ДНС, где происходит дополнительная дегазация жидкости, после чего жидкость проходит на УПСВ-6000, где происходит в верхнем аппарате отделение воды от нефти. Нефть с верхнего аппарата поступает на прием насосов нефтяных, при помощи которых происходит откачка на ЦПС. Раньше на этом объекте работали три насоса, которые перекачивали всю жидкость на центральный пункт сбора нефти. А это примерно 4200 кубометров ежесуточно. Поскольку обводненность составляла 65-80%, то уже давно назрела необходимость масштабной модернизации, после которой уровень обводненности сократился в десятки раз. По установке УПСВ-6000 на кустовую площадку было принято решение, потому что если установим на кустовую, нужно дополнительно организовать инфраструктуру, во-первых. Во-вторых, нужно устанавливать дополнительную печь подогрева, установка дозирования реагента, обслуживающий персонал. И после этого было принято единое предложение установить здесь, согласованно с руководством, модернизировать нашу ДНС-ку и установить здесь, и оптимизировать. У нас появилась возможность вывести аппараты на ремонт, на зачистку, на экспертизу. Мы можем сейчас работать что параллельно, что последовательно. И в связи с этим мы все это облегчили. И у нас установка работает в оптимальном режиме. Сейчас у нас составляет процент обводненности откачиваемой жидкости где-то до процента содержания воды. В настоящее время УПСВ-6000 ежесуточно откачивает до 1100 кубометров нефти и осуществляет сброс 3300 кубометров воды. Обслуживает ЦПС около 10 человек. К слову, их работа благодаря модернизации также упростилась. До этого у нас все было в ручном режиме. После запуска установки все стало автоматизировано. Как бы приходят сигналы от первичных приборов в пункты управления суда и выдается на пульт управления операторный. В этом году коллективу цеха предстоит выполнить ремонтные работы на дожимной насосной станции номер 9, 10, 11 и 14. А также модернизировать и заменить изношенные трубопроводы единого технологического блока ЦПС Тарасовского месторождения. Почти три месяца назад мы показывали участников корпоративного конкурса «Роснефть зажигает звезды». Регулярные репетиции не прошли даром. На торжественной церемонии награждения участников Оксану Золину с Алисой Поляковой наградили грамотой за почетное второе место в своей номинации. Танец у нас родился специально под... Придумывали под «Роснефть зажигает звезды». Что-то хотели интересное, при этом показать себя. То, что мы с Алисой танцуем разные направления. И все направления мы показали в данном номере. Напомним, «Роснефть зажигает звезды» проходит в три этапа. Первый – на уровне «Пурнефтегаза». А второй – «Зональные туры», победители которых выступают на галоконцерте в Москве, где и проходит заключительный этап. Юлия Федоренко – одна из победителей первого этапа. На конкурс она представила фотографию «Девушка по городу». Участвовала первый раз на фотографии подружки-сестры. Фотография была сделана не специально, это была прогулка по парку. Корпоративный фестиваль проходит в восьми номинациях. Вокал, хореография, изобразительное искусство, инструментальное, эстрадно-цирковое и оригинальные жанры, живопись и фотографии. В трех возрастных категориях. Сама старшая – 18 и более лет. В основном в ней участвуют сотрудники компании, которые находят время для творчества, несмотря на плотные графики и нелегкие трудовые будни. «Работаю машинистом технологических компрессоров. А время есть, чтобы посвятить себя творчеству, живописи. Было бы желание, а время найдется. Я пробую все разные, в разных стилях. То есть пока еще, как говорится, рука не набита, я пытаюсь охватить все. Я пробовал и импрессионизм, и пробовал дизайн, и все пробовал. И пока я свободен, я все пробую. Как вот на этих работах представлено, сейчас вот пробую кистью, ухожу от мастихина. Ну, пытаюсь все попробовать. В чем у меня получится лучшее, на то, наверное, буду руку набивать». На торжественной церемонии подведения итогов победителям вручили кубки. Всем остальным – грамоты и денежные вознаграждения. Помимо призовых мест были учреждены специальные номинации. Например, «За волю к победе». Такую получил дуэт, исполняющий народную песню. «В этом году мы решили выступить с песней русской народной. Называется она «Ой, прилужки, прилужки». Песня рассказывает про казака, который споймал коня и решил его оседлать. Выбор пал на эту песню у нас. Вдвоем она нам просто понравилась. И мы решили, что это наша песня, и поэтому взяли ее. Суть этой песни в том, что он оседлал коня, и потом после этого к милой девице своей приехал на нем. А вы были казаком? Я был поющим. На награждение участники делились друг с другом впечатлениями, которых было немало. Многие из нефтяников впервые выходили на сцену, но немало также и постоянных участников. Я уже делал постановки для такого фестиваля, но сам принимал первый раз участие в Роснефти. Много сотрудников спорнефтигаза участвовали, и были зажигательные латинские танцы, современные танцы. А вот захотелось что-то такое стандартное сделать, потому что я уже старенький, больной. Хотелось что-то попроще, но такое воздушное. Неожиданно. Я, конечно, не думала, что я за неделю могу завоевать какое-то место. Да, то есть я считаю, что Ирина заслуживает минимум гран-при, потому что она буквально за неделю до фестиваля подошла, сделала такое лицо, как у кота из мультфильма, и сказала, хочу танцевать. Ну вот, за неделю она научилась. Победители в каждой номинации уже в марте отправятся в Краснодарский край для участия во втором туре корпоративного конкурса «Роснефть зажигает звезды». Выступлением зажигательных скоморохов началась Масленица во дворце культуры «Нефтяник». Один из приглашенных – Дмитрий Володин. Молодой человек пришел на праздник с мамой и сестрой и первым делом продегустировал все угощения на столе. Блины с тромком, и соч, и пороженый, и пороженку. Вкусно? Да. Подкрепившись вкусными блинами, а их организаторы подготовили более трехсот с разными начинками, ребята стали участниками конкурсов. Веселые и подвижные игры именно так на Руси встречают Масленицу, провожают зиму. «Роснефть газ» традиционно уже седьмой год подряд проводит Масленицу для детей с ограниченными возможностями. Нашего города Губкинский. В этом году мы пригласили почти сто ребятишек. Впервые Масленица прошла в новом здании, которое подарили городу нефтяники. Для ребят было подготовлено праздничное выступление творческих коллективов города. Мне тут очень нравится. Я думаю, такие мероприятия очень сильно нужны детям, но также и взрослым. А почему? Ну, как бы, это праздник, и все должны праздновать, все должны веселиться, играть. Если это дома не получается, то можно сюда прийти и тоже повеселиться. Ты знаешь, что такое Масленица? Масленица – это праздник, где блинчики со сметаной делают. В театрализованном представлении ребята все вместе проводили сказочного персонажа «Зиму». Позвали девушку в ярком сарафане, которая играла весну, а после все вместе прошлись в праздничном хороводе. Вообще отличные, конечно, все прекрасно. Спасибо огромное, мы довольны. Дети радостные, и мы тоже. Можно было поучаствовать в разных конкурсах, повеселиться, чтобы не просто сидеть дома, а сходить куда-нибудь. У детей очень хорошее настроение, всем все понравилось, они бегали, прыгали радостно, все получилось прекрасно. В окончании праздника сжигать чучело не стали. У нефтяников другая традиция – каждому ребенку подарок. Развивающие игрушки, куклы, настольные игры и книги, чтобы этот масленичный праздник запомнился надолго. Крытый ледовый каток в девятом микрорайоне был заполнен морозным воздухом, лязгом коньков и криками болельщиков. Именно здесь стартовала 23-я спартакиада «Пурнефтегаза». Семь команд из коллектива в компании соревновались в дисциплине «шорт-трек». Перед началом соревнований со вступительной речью к участникам обратился председатель профсоюзного комитета «Пурнефтегаза» Василий Скоропат. Я желаю, наверное, вам прежде всего бескомпромиссной борьбы, пусть победит сильнейший. Но самое главное, чтобы сегодняшние соревнования, так как они у нас первый раз проводятся, обошлись без травм. Желаю вам удачи, побед и крепкого здоровья. Чтобы снизить риск получения травмы, на всех участниках должна быть надета защитная экипировка. Обязательным условием для участия в забеге на льду было наличие у спортсменов шлема и наколенников. Немаловажное значение для конькобежцев имели хорошее настроение и подготовка, ведь участникам предстояло пройти дистанцию в 500 метров за одну гонку. Первыми стартовали женщины. Участники стартуют по двум дорожкам – внешней и внутренней. За второй фальстарт регламентом соревнований предусмотрена дисквалификация. Также запрещается толкать друг друга во время забега. Очень классно было выходить первым на лед, волнительно, но в целом понравилось. Чувствуется дух соперничества, но в то же время и товарищества. То есть здесь все болеют за всех. Мужчины были быстрее женщин, ведь многие из них занимаются хоккеем, и им не впервой проходить крутые виражи. Всегда рад с соревнованием, настроение спортивное. Приходите все на спорт, занимайтесь спортом. Это полезно для здоровья и для настроения. По итогам соревнований лучшей в забеге среди мужчин стала команда управления добычей нефти, газа и газового конденсата. А среди женщин команда управления эксплуатацией трубопроводов и управления поддержанием пластового давления. Редактор субтитров А.Семкин